здравствуйте друзья это видео своим появлением обязана одному из комментариев в группе обсуждений моего телеграм-канала кстати если вы еще не подписаны на него ссылка в описании вопрос заключался в настройке карты для интерфейса lowlays которая называется санки чарт карту из любопытства я решил взглянуть на нее и мне эта карта показалась интересной суть ее заключается в графическом отображении цифровых параметров таких как потребляемая мощность режиме реального времени причем в виде вложенной структуры от общего потребления до каждого конкретного устройства недолго думая я установил и прописал не сенсоры мощности всех своих розеток что у меня получилось вы видите перед собой сразу же по горячим следам я хочу поделиться с вами результатом своих наработок карта про которую идет речь устанавливается из магазина хакс надеюсь у вас всех он уже установлен а как это делать вы найдете в уроке описании под видео в разделе пользовательский интерфейс ищем по названию и ставим указываем путь к карте в разделе ресурсов если у вас интерфейс в режиме ямл кстати все показывать я буду именно для такого режима если пользуетесь автоматическим режимом то ресурс должен добавиться сам для карты я выделю отдельную страницу интерфейса в режиме панели иначе она будет совершенно не информативно такая вот специфика рассказывать буду все по шагам в принципе сама структура карты именно так и построена давайте подробно разберем каждый элемент первой строкой объявляется название карты она начинается слова custom далее ее имя затем общие параметры карты показывать имена сущностей без них будет непонятно что к чему высота графика по умолчанию она равна 200 так будет если этот параметр вообще не указывать я увеличил это значение до 1000 параметр white позволяет карте заполнять все свободное пространство в правой части по ширине далее открываем секцию объектов и я начал с общего сенсора потребления моем случае он сборный суммирует все значения потребляемой мощности также это может быть счетчик или реле на вводе питания под ним указывается цвет ставите какой считаете нужным я сделал сенсор общего потребления по принципу шаблонов которые были показаны в третьей части урока телеметрии ссылку я ставлю в описании там я подробно разбираю этот шаблон но можно и просто просуммировать все сенсоры потребления сейчас карта выведет только узкую полоску выбранного цвета с текущим значением сенсора общего потребления а нам теперь надо общее значение разделить на составляющие для этого к созданному объекту нужно добавить дочерние те сенсоры сумма которых и дает общее потребление собственно в этом и суть этой карты раскладывать на составляющие в их качестве у меня два отдельных сенсора потребления которая как бы сами по себе а остальные это суммарная по отдельным комнатам тут я сделал обычные шаблоны которые суммируют нужные сенсоры можно конечно было сделать по принципу общего сенсора но я не стал усложнять текстовый файл с кодом вы найдете по ссылке в описании далее нам нужно вывести на график все перечисленные дочерние объекты которые мы указали как составляющая сенсора общего потребления на картинке у нас появился второй уровень общее потребление разделяется на два отдельных сенсора и комнаты комнаты в свою очередь тоже можно разделить на составляющую чем мы сейчас и займемся обратите внимание сейчас все дочерние объекты общего сенсора потребления выведены одним списком друг за другом а для того чтобы иметь возможность добавить новый уровень формат списка будет другой тут перед каждым названием сенсора отдельно пишется nttid это позволяет по отдельности настроить вывод каждого объекта, например назначить разные цвета вывода. Кроме этого можно указать и свои дочерние объекты, так например у меня сенсор общего потребления кухни сам состоит из 9 розеток. Аналогично и для других комнат указываю свой цвет и перечень розеток которые входят в эту комнату. Таким образом два первых сенсора остаются на этом уровне вложенности, а сенсоры потребления комнат переходят на следующий. Все дочерние объекты которые мы указали в комнатах, теперь нужно указать в новом списке, чтобы их значения выводились на график. Список один для всех комнат, карта сама определит что к чему относится. И вот так теперь выглядит вывод карты. Теперь все в полную ширину экрана, а высоту можно регулировать вручную указав ее в самом начале. Вверху видно одну из отдельных не входящих комнаты розеток, она осталась на втором уровне. Карта динамическая меняется в зависимости от текущего потребления в режиме реального времени. Чем больше нагрузка на каком-то из объектов, тем больше пространства ей отдается на графике. Если включается какая-то мощная нагрузка, она отъедает практически всю площадь, остальные на ее фоне почти исчезают. Мне кажется это довольно наглядно и удобно. Я постарался максимально подробно объяснить все действия по созданию этой карты, код из урока вы найдете в текстовом файле, ссылка в описании. Надеюсь карта вам понравилась и будет полезным дополнением в интерфейсе Home Assistant. На этом все, буду благодарен за ваши лайки, если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Большое спасибо всем спонсорам канала, подписчикам на патреон и buymecoffee, вы делаете большой вклад в развитие моего канала. В описании под видео вы найдете все необходимые ссылки на текстовые материалы, а также на ресурсы по тематике умного дома, в частности мой телеграм-канал. Спасибо за просмотр, до новых встреч, всем мира.